Давайте потихоньку начинать. Я хотел немножко еще поговорить про первые интегралы. Тут такая история. Я напомню, что в прошлый раз мы обсуждали. Давайте скажу еще о первых интегралах. В прошлый раз мы обсуждали, что у нас есть какая-то автономная система. Допустим, x-точка равняется. Начинается. Не работает. Не работает. Сейчас все-таки сделаю вот так. Сейчас, секунду. Многомерного времени? Нет. Такое... Что вы хотите сказать? Нет. Да. Сейчас бы. Скучай. То есть, самое, как вы делаете. Противление, как вы делаете. Где-то. Где-то не случайно. Что мы в этом времени сделали. Где-то. 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 Так, ну что, значит, у нас есть уравнение, давайте я буду записывать в виде x точка равняется v от x. Ну, когда рассматривают автономное уравнение, часто правую часть обозначает v от x, ну, как бы v, типа, velocity, а может быть, vector field, не знаю что. И мы обсуждали, что, значит, если у нас есть какое-то фазовое пространство, допустим, амерное, можно рассмотреть такую функцию из этого фазового пространства vr, которое будет и было таким свойством, что если в него подставить какое-то решение вот этого уравнения, то h от x от t будет константой, то есть от t не будет зависеть. И тогда функция h называется первым интегралом. Первым интегралом уравнение 1. Вот. Собственно говоря, у нас в домашке нужно было найти какие-то там, в одном задаче нужно было найти первый интеграл, в другой задаче нужно было эмпирически установить, что некоторая штука, что некоторые функции действительно являются первым интегралом. Ну, и, собственно говоря, понять, что там для той системы дифференциальных уравнений, которая у нас есть, выполняется закон сохранения энергии. Это не единственный первый интеграл в той системе, в этой самой системе, в системе двух тел. Там есть еще другие законы сохранения, их тоже можно проверить. Вот. Ну, в общем, первый интеграл – это закон сохранения. Мы обсуждали в прошлый раз определение и даже обсуждали ситуацию, когда можно найти первый интеграл. Ну, в общем-то, это ситуация, которая сводится к тому, что уравнение можно, ну, как бы можно использовать метод разделения переменных, Если он сработает, то, скорее всего, все хорошо, найдете первый интеграл, что-нибудь такое. Но большинство уравнений не интегрируемы просто так, но тем не менее, если вы вдруг как-то угадали первый интеграл, то вы можете проверить, правда, что такая функция является первым интегралом или нет. И как это сделать? Наивный способ просто использовать определение, решить ваше уравнение каким-то образом, подставить. В общем, так, как мы делали во второй задачке из домашки. Но хотелось бы иметь возможность проверять, является ли функция первым интегралом или нет, не решая дифференциальное уравнение, потому что это сложная штука. И оказывается, что это можно всегда сделать. То есть проверить, протестировать функцию на той, которая является первым интегралом, это всегда решаемая задача. И для того, чтобы это сделать, нам нужно ввести некое новое понятие, которое в целом очень полезно в теории дифференциальных уравнений, и не только в ней, во многих местах встречается. Эта штука называется производный вдоль электронного поля или производный ли. Производный али. Чтобы ее ввести, давайте, чтобы это было более-менее естественно, давайте посмотрим на какую-нибудь систему. Давайте я сейчас для простоты буду писать все в размерности 2. Но эта штука обобщается на любой размерность мгновенно. Пусть у меня есть просто такая система, скажем, x1 с точкой равняется f1 от x1, x2. x2 с точкой равняется f2 от x1, x2. Такая система из двух уравнений автономной. И дальше у меня есть какая-то функция h от x1, x2. Какая-то конкретная функция. И я хочу проверить, является ли она первым интегралом. Ну, как это сделать? Давайте возьмем какое-нибудь решение моего уравнения. Пусть оно называется, допустим, x1 от t, x2 от t. Это пусть решение, какое-то решение, значит, вот это уравнение. Система 2. И давайте посмотрим, значит, я его подставлю в мой первый интеграл. И дальше я хочу сказать, что вот та штука, которая получилась, это какая-то функция, которая зависит от t. Я хочу сказать, что она константна. Как сказать, что что-то является константой? Нужно взять производную, да. Нужно взять производную по t и посмотреть, что она является нулью. Проверить вот такую вот штуку. Ну, а дальше я думаю, что все знают, как дифференцировать. Ну, что у нас получается, производная сложная функция. Значит, сейчас вот явно мы их находить не будем. Сейчас мы увидим, что можно их явно и не находить. Но пока что, как бы, у нас нет ничего, кроме определения. Определение говорит, что, значит, это функция постоянная на решениях. Поэтому никак, пока не выкрутимся. Да, смотрите, значит, я хочу, на самом деле, от h, я хочу, чтобы она была дифференцирована. Ну, или давайте даже непрерывно дифференцированной. Класса c1. Вот. Ну, что, как... Значит, как найти такую производную? Кто помнит, теорема производной сложной функции. Да, значит, нужно умножить производную внешней на производную внутренней. Производная внешней, соответственно, у нас есть h, это функция двух переменных в данном случае. У нас есть две частные производные, dh по dx1. Значит, ее нужно взять в точке x1 от t, x2 от t и умножить на что? В общем, на x2. Мы пока посчитаем производную по x1. На x1? Просто на x1? На x1 по dt вроде? Да, значит, на производную, на производную по dt. Так, что-то у меня... Экран не хочет обновляться. Так. Сейчас, секунду. Такая штука. Дальше нужно прибавить dh по dx2 в точке той же самой, умножить на x2 с точкой от t. Вот такая штука получается. Давайте теперь посмотрим. Давайте посмотрим, кто такой x1 с точкой и кто такой x2 с точкой. Правая часть системы? Правая часть системы? Мы знаем, что у нас x1, x2 – это решение моего уравнения. Значит, можно просто сказать, что это значение правой части, но в какой точке? Ну вот, x1 с точкой и x2 с точкой можно на самом деле выразить, потому что мы знаем, что x1 и x2 – это решение моей системы, поэтому можно вместо x1 с точкой и x2 с точкой подставить правую часть. Ну, давайте посмотрим, что получается. Значит, dh по dx1. Ну, давайте просто напишу в точке x от t. Значит, и нужно подставить f1 в точке x1 от t, x2 от t. Плюс dh по dx2. В точке x от t умножить на f2 от x1 от t, x2 от t. Вот такая штука получается. Теперь смотрите. Значит, я хочу, чтобы вот эта вся штука равнялась бы нулю. Причем равнялась бы она нулю всюду, на всем фазовом пространстве. Если у меня есть какая угодно траектория, давайте посмотрим. Вот у меня есть траектория. Значит, у меня фазовое пространство, допустим, x1, x2. У меня есть траектория. Да, вот в момент времени t я где-то нахожусь в какой-то точке этой траектории. Значит, я хочу, чтобы в этот момент времени вот эта штука равнялась бы нулю. То есть это означает, что я хочу, чтобы вот в этой точке эта производная равнялась бы нулю. Но то же самое можно сказать про любую другую точку этой фазовой кривой. И на самом деле про любую другую фазовую кривую тоже, потому что моя функция должна быть постоянной на любой фазовой кривой. А поскольку через любую точку проходит фазовая кривая, то получается, что просто вот эта штука должна равняться нулю для любой точки. Вот я поставляю вот сюда вот точку, вот сюда я поставляю эту же точку, сюда я поставляю эту же точку, сюда я поставляю эту же точку. Эту точку можно выбирать как угодно. Значит, давайте введем такую штуку. Значит, вот если у меня есть система x-точка равняется v от x, и есть, ну давайте считать, что это есть v1 от x и так далее, vn от x, например. Да, на рисунке происходило вот что. Я говорил, что какую бы я точку… Вот смотрите, давайте посмотрим на вот эту вот штуку. Я хочу, чтобы она равнялась нулю. А при этом t здесь произвольно. Я хочу, чтобы она в любой момент времени равнялась нулю. То есть, если я рассматриваю какую-нибудь траекторию, то в любой момент времени t у меня вот эта штука должна равняться нулю. Но это означает, что она должна равняться нулю как бы во всех точках этой траектории. На самом деле, траекторию я тоже выбираю произвольно, потому что я хочу, чтобы h была бы константой на всех траекториях. Возможно, разными константами, но на всех траекториях. Поэтому, на самом деле, какую бы точку фазового пространства я не выбрал, я могу подставить эту точку вот сюда, вот вместо x от t. Вот во все эти места. И я хочу, чтобы эта штука в этой точке равнялась бы нулю. Ну, давайте формализуем. Значит, я хочу следующее. Вот у меня есть какое-то такое уравнение. У него есть правая часть, состоящая из n-компонента. У меня есть отображение из rn-вр. Дифференцированное. Давайте непрерывно дифференцированное. Вот здесь экран. Мы определим такую штуку. Значит, она называется производная вдоль векторного поля v от функции h. Это снова отображение. Значит, вот эта штука, это снова отображение из rn-вр, которое устроено так. Ее значение в произвольной точке x. Это есть dh по dx1 на v, взятое в точке x на v1 от x. Плюс и так далее. Плюс dh по dxn на vn от x. То есть я просто беру частные производные мои подобные функции и умножаю их на компоненты вектора векторного поля. Или это можно записать короче, это можно записать вот так. Градиент функция h в точке x скалярно с вектором v от x. Значит, про градиент, я думаю, все знают, кто он такой. И видно, что это действительно ровно то, что написано. Значит, если скалярное произведение стандартное, если это просто сумма произведения координат, то это вот оно и есть. Теперь, смотрите, замечательный факт состоит в том, что для того, чтобы посчитать вот эту штуку, нам не нужно решать дифференциальное уравнение. Здесь уже нет никаких решений. x – это у меня сейчас произвольная точка фазового пространства. И можно убедиться в том, что функция является первым интегралом или не является. Можно проверить, это просто проверив, правда ли, что вот эта штука во всех точках обновляется или нет. Значит, мы ввели определение, которое позволяет проверить, является ли некоторая штука первым интегралом. Доказательство того, что она действительно позволяет, ну, вот в какой-то мере написано здесь. Значит, мы знаем, что h является первым интегралом, если вот эта производная равна нулю, причем она равна нулю во все моменты времени и для любого решения, любой территории. Но в этом случае нам нужно, чтобы вот эта штука обнулялась бы. Ну, вот это вот x от t, который сюда подставляется, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, поставляется в четыре места, поставляется одна и та же точка x от t. Эта точка, на самом деле, может быть выбрана любой. Поэтому, если мы видим, что вот эта штука обнуляется действительно во всех точках, значит, наша функция является первым интегралом, наоборот. Да, потом я просто обозначил левую часть вот этого равенства, я обозначил как раз через LVH. А вы будете как раз производная векторная ветория? Да, вот эта вот штука, вот эта штука называется производная, значит, эта штука и называется LVH. Определенная таким образом, это производная функция H. А, вот эта штука, это просто… Нет, это такое… Вот такая дельта? Нет, такое новое. Это просто векторное поле. Это просто какое-то векторное поле. Нет, здесь нет, не определить. Это все V. Сейчас, то есть у нас это… Сейчас у нас уходит для неавтономного уравнения вообще векторное поле неопределение. Ну да, там для неавтономного уравнения у вас векторное поле будет меняться со временем, и там вот так вот просто это все не сделаешь. Ну да, можно добавить, ну, непонятно, как бы думать про первые интегралы неавтономных уравнений, непонятно как, потому что как бы в неавтономном уравнении у вас меняется тот закон, по которому у вас происходит динамика, и поэтому ожидать, что там при этом еще что-то будет сохраняться, ну, как-то странно. Ну, в общем, короче говоря, мы вводим это именно для автономных уравнений. Вот. Давайте какой-нибудь пример приведу, чтобы было видно, как это все работает. Скажем, ну, давайте что-нибудь, что мы уже обсуждали, скажем, вот у меня есть какой-нибудь осциллятор, ну, и мы знаем, какой у него первый интеграл. Что-нибудь вроде x квадрат плюс y квадрат. Ну, можно было пополам написать, но можно и не писать. Все равно будет первая интеграла. Вот. Давайте проверим, чему равняется производная вдоль векторного поля от этой функции h. Значит, нам нужно посчитать производную dhpdx умножить на x с точкой, прибавить dhpdy умножить на y с точкой. Да, dhpdx – это 2x, x с точкой – это y. Дальше, dhpdy – это 2y, y с точкой – это минус x. И видно, что действительно 0. Видно, что действительно x квадрат плюс y квадрат является первым интегралом этой системы. Как видите, здесь нам не нужно было явно находить решение, не нужно разделять переменные, ничего не нужно делать. Просто взяли, подставили, проверили. Да, да. Производная функция h вдоль векторного поля v. Или производная l. Я выпишу то так, то так, но это одно и то же. Вот. На самом деле, производную l можно использовать не только для первых интегралов, это в целом полезная штука. Ну, вот, например, представьте себе, что я хочу… Вот представьте себе, что у меня есть такая история. Допустим, у меня есть какое-то уравнение, я не знаю, какое. Но, допустим, что у меня как-нибудь векторное поле устроено, ну, вот как-нибудь вот так. Бывают такие векторные поля. Я даже сейчас не векторное поле рисую, это кусочек фазового портрета. И, допустим, мне нужно доказать, что… Допустим, мне нужно доказать, что… Скажем, здесь есть такая граница. Я хочу доказать, что у меня фазовые кривые, они умеют пересекать эту границу только в направлении слева-направо. Вот может возникнуть такая задача для того, чтобы нарисовать фазовый портрет, понять, как устроена динамика. И, опять же, я могу это сделать, не решая дифференциальное уравнение. Но, собственно говоря, понятно, как это сделать геометрически. Что означает, что я хочу доказать, что у меня пересечение происходит только слева-направо. Но можно думать так. Вот я могу посмотреть на векторы моего векторного поля, отложенные в точках этой границы. И если эти векторы направлены всегда в одну и ту же сторону, если вот эти векторы пересекают… Да, рисую, вот все появилось. Значит, если эти векторы направлены в одну и ту же сторону, пересекают мой барьер, то это как раз и означает, что фазовые кривые тоже… Но фазовые кривые обязаны касаться этих векторов, поэтому если векторы торчат в эту сторону, то фазовые кривые никак не смогут переместиться в обратную сторону. А проверить это условие именно не для решения для векторов как раз просто. Что означает, что, например, векторы торчат в эту сторону. Давайте я вот эту границу задам в виде какой-нибудь функции. Давайте я скажу, что у меня вот эта граница задается условием какая-нибудь f большая от x равняется нулю. И давайте, например, пусть у меня вот здесь f большой имеет отрицательный знак, а здесь положительный знак. Тогда, что означает мое условие, что градиент направлен в сторону от отрицательного к положительному? Ну да, но окей, давайте я сейчас какую-нибудь более замысловатую картинку нарисую. Допустим, что у меня она идет не в точности. Ну куда у меня еще? Я понял, у меня разъедился. Ланшет совсем хорошо стал. Ничего страшного сейчас тут случается. Ну то есть уже все сломалось. Вот. Допустим, что у меня какая-нибудь более замысловатая штука. Допустим, вот у меня есть моя граница. И вот мои векторы как-нибудь вот так вот смотрят. Один так, другой так, третий так. Но я хочу убедиться, что они все смотрят из, значит, вот здесь у меня моя функция принимает значение отрицательное, здесь у меня она принимает значение положительное. А вот эта вот штука, это f равняется нулю. Сейчас вопрос. Вот идейно мы вводим f, вот специально такую задаем, чтобы у нас так было. Я правильно понимаю? Да, я просто хочу задать границу в виде, то есть вот ту кривую, которая меня интересует, пересечения, которая меня интересует, я хочу задать в виде, какая-то функция равно нулю. Ну просто неявное задание кривой. Вот. Ну и я хочу, чтобы здесь все было не вырождено, то есть так, чтобы с одной стороны эта кривая функция понимала отрицательное значение, а с другой положительное. Ну да, может быть, что, ну то есть, может быть, что это на самом деле как-нибудь вот так вот она устроена. Но давай считай, что меня сейчас интересует только вот этот кусочек конкретный, а все остальное меня не интересует. Вот. Да. Да, ну вот смотрите, значит, как сказать, что эти векторы торчат в сторону от отрицательных значений f в положительную сторону? На самом деле, можно сделать вот какую вещь, смотрите. Можно сделать, построить вектор градиента к функции f. как будет устроен, как будет устроен градиент к функции f. То есть, если вот это, вот эта линия уровня f. Он будет перпендикулярно, да, в какую сторону? Да, вот в эту вот положительную сторону. Вот так он будет направлен. Поэтому наши условия о том, чтобы вот эти зелененькие векторы, векторы нашего векторного поля, были бы направлены тоже в положительную сторону, это условия, какого можно записать в терминах градиента и самих векторов. Да, совершенно верно. Можно просто сказать, что скалярное произведение градиента f ой, я не правду здесь написал. f не от нуля, а наоборот. Ну, давайте считать, что она не всюду направлена. Да, да, я не правду написал, что f равняется 0, теперь исправил. Что f от нуля, а здесь было написано, а на самом деле f равняется 0. Значит, вот эта вот моя разделительная полоса, она задана как множество точек или катаперах f равняется 0. Соответственно, справа f положительная, слева f отрицательная. И, соответственно, условие, что у меня векторное поле торчит наружу, торчит, допустим, от отрицательных к положительным, это условие записывается просто как градиент f скалярно с векторами v. Значит, вот эта вот штука должна быть больше нуля. Вот. Но если теперь посмотреть на вот эту формулу градиент f с запятая v, то видно, что это как раз наша производная вдоль векторного поля. Ну, и это логично. То есть, смотрите, что я говорю. Я говорю, что вот у меня есть какая-то функция f, которая нам сдает эту границу. Если, например, при пересечении этой границы эта функция возрастает, то это как раз и означает, что мы движемся от маленьких значений к большим. То есть, пересекаем ноль именно вот в эту сторону, от минусов к плюсам. Вот. И это вот то же самое, что мы здесь видим геометрически. Условие, что градиент и вектор нашего векторного поля в скалярном произведении дают что-то положительное. Вот. Поэтому, в общем, производная вдоль векторного поля, это такой полезный инструмент, который позволяет в каких-то ситуациях доказывать, что фазовый процесс устроен так, как вам кажется. То есть, что действительно, что действительно траектории пересекают какие-то кривые, которые вы нарисовали в фазовом пространстве, что он их пересекает в правильную сторону. Или это может быть обязательно кривые, это может быть поверхности в многомерном пространстве, что угодно. Правда, что условие, оно важно нам только для этого дороги, для которых я саму даю? Да, да. Ну, как бы вот сейчас, вот тот вопрос, который я сейчас задал, правда ли, что мы пересекаем эту штуку вот в эту сторону. Да, это условие мы проверяем только вот для тех точек, которые на этой поверхности лежат. Вот. Мы чуть позже столкнемся с таким применением производной льи, когда будем обсуждать устойчивость положения равновесия. То есть, положения равновесия бывают устойчивыми, бывают неустойчивыми. У нас есть какое-то интуитивное представление о том, что это значит. А когда мы его будем формализовать, мы увидим, что как раз, если мы захотим доказывать какие-то теоремы, какие-то критерии смотреть, ну, какие-то признаки устойчивости, то там как раз нужно будет понимать, правда ли, что траектории приближаются к особой точке, или это неправда. Ну, как бы уж такое устойчивое равновесие. Грубо говоря, такое равновесие, что вы немножко пошевелились, вы немножко отскочили от него, а потом динамика вас обратно приближает к нему, ну, или, по крайней мере, не удаляет слишком далеко. Вот. И как раз мы будем это проверять тоже с помощью этой же штуки, с помощью производной льи электронного поля. Вот. Ну, вот это первый сюжет, который я хотел обсудить. Значит, есть ли здесь какие-нибудь еще вопросы? Так. Хорошо. Я попробую все-таки переключиться на планшет, он у меня вроде бы зарядился аж на 2%. Так. Да, да, да. Но если нас интересует, если нас именно этот вопрос интересует, правда ли, что мы пересекаем именно эту поверхность в таком направлении, то да. А если нас интересует, правда ли, что функция лет с первым интегралом, то есть, что мы нигде не пересекаем ее линию, а всегда касаемся, то тогда нужно проверить во всех точках. Ну, как бы это означает, что вы всегда двигаетесь в сторону увеличения значений вашей функции. В какой-то ситуации можете иметь, да. Так. Хорошо. Давайте теперь обсудим еще одну тему. Ну, на самом деле, грубо говоря, вот та часть дифференциальных уравнений, которые мы сейчас обсуждаем, она как бы делится на два таких больших блока. И первый блок мы сейчас в какой-то мере закончили. А именно, это такая совсем общая теория, совсем общие понятия дифференциальных уравнений. Но проблема состоит в том, что дифференциальные уравнения, как правило, не решаются, а мы все-таки хотим их решать. Поэтому, естественно, идея состоит в том, чтобы выделить класс дифференциальных уравнений, которые все-таки решаются. И, как часто бывает в математике, решаются уравнения, которые являются линейными. И, ну, по крайней мере, отчасти решаются. По крайней мере, некоторые типы линейных уравнений решаются. Мы сейчас как раз про эти типы поговорим. Давайте обсудим линейные уравнения, линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. В общем видео это такая штука. Давайте посмотрим на такое дифференциальное уравнение. Х точка равняется АХ, где Х от Т это какая-то нмерная штука, а это какой-то линейный оператор из РН в РН. Можем. С точки зрения А это матрица, но важно то, что это не просто матрица, а это линейный оператор. В частности он при заменах координат ведет себя как положено вести себя линейным оператором. Это для нас важно. Мы сейчас это проверим ручками, но это на самом деле некоторые идеологически важные идеи. Но да, действительно мы всегда будем думать про АПРОС по некоторой матрице. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Ну вот на самом деле уравнение осциллятора, которое у нас сегодня уже встречалось, это линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Значит, у нас здесь матрица А как устроена. 0,1, 0,1, 0,1, 0,2. Вот такая матрица. Вот. Значит, чем хороши линейные системы с постоянными коэффициентами, тем, что они решаются. Решаются. Ну, в какой-то мере решаются, в том числе аналитически. Ну, по крайней мере, вот прям совсем хорошо решаются уравнения на плоскости. И давайте мы немножко поговорим про уравнение на плоскости. Сейчас поможет. Значит, давайте поговорим про линейные системы на плоскости. Ну, давайте у нас есть, допустим, x и y. И у меня есть какая-то матрица. Я хотел бы как-нибудь научиться решать такие системы, любые. Но что вы знаете из меня аналгебры хорошего про линейные операторы? Очень приятная штука состоит в том, что у линейного оператора линейный оператор можно записать в виде хорошей матрицы, если выбрать подходящий базис. И мы сейчас этим будем пользоваться. Ну, на самом деле, прежде чем мы будем этим пользоваться, давайте поймем, вот если я меняю базис, что у меня произойдет с матрицей в такой у вас системе. Давайте даже я вернусь немножко в общий случай. Значит, сейчас мы к этому вернемся, к линейным системам на плоскости. Значит, давайте я пока что поговорю про замену базиса. Что такое замена базиса? Вот у меня было уравнение x-точка равняется ax. И теперь я делаю замену базиса. Давайте я скажу, что у меня есть некая новая переменная z. Ну, и давайте мы скажем, что z связано с x. Ну, как-нибудь так. cz равняется x. А где c – это какая-то невырожденная матрица. Сейчас, в ту сторону я это написал. Сейчас проверим. Значит, да, вроде в ту. Значит, если cz равняется x, то z равняется c в минус первый x. Давайте посмотрим, что такое z с точкой. Значит, c в минус первый x с точкой. Ну, вот смотрите, у меня здесь произведение двух каких-то штук. И я считаю, от этого дело производное. Да, ну вот хочется что-то сказать про производное произведение, но у нас сейчас c – это фиксированная матрица, она не зависит от времени. Да, и, в общем, можно заметить, что поскольку c, поскольку умножение на c – это линейная операция, то она перестановочна с вычислением производства. Ну, то есть, в целом, если у вас есть, вот если у меня есть какая-нибудь вектор-функция, давайте представим себе, что у меня есть вектор-функция, какая-нибудь дезервера, да, и есть какая-нибудь фиксированная матрица, допустим, b, фиксированная матрица или фиксированный оператор, вот тогда, вот если я рассматриваю вот такую вот штуку, то это все равно, что b умножить на φ с точкой. Значит, можно убедиться в этом разными способами, можно просто заметить, что, ну как, вот представьте себе, что я просто распишу это все в координатах, да, у меня там будет, что такое, значит, что такое b умножить на φ, ну, вот там будет что-нибудь, там, b11 на φ1 плюс b12 на φ2 и так далее. Было, да, вот. Соответственно, когда я возьму производную, то фишки продифференцируются, а b, поскольку они фиксированы, с ними ничего не изменится. И это все равно, что умножать b на матрицу φ с точкой. Ну, можно сделать то же самое более высоконаучно, а именно можно сказать, что, значит, что такое производная от вот такой штуки. Но это мне нужно взять вот такую штуку, вычесть вот такую штуку, да, и поделить на дельту t, посчитать предел. Но в силу линейности b это то же самое, что вот такая штука. Значит, b можно вынести вот так вот. Это просто линейность b. Здесь она важна. Ну, а дальше линейные отображения являются непрерывными, поэтому можно вынести b за знак предела. И дальше внутри, значит, то, что остается в знаке предела, это просто производная фиг. Вот я даже доказал аккуратненько. Вот, то есть умножение на фиксированную матрицу, которая не меняется со временем, и дифференцирование перестановочное. Поэтому z с точкой – это есть c в минус первой на x с точкой. a x с точкой – это a x. Поэтому это есть c в минус первой a x. А с другой стороны, теперь я могу назад x заменить на c z, получается c в минус первой a c z. И вот она, наша формула, знакомая для нас формула замены матрицы линейного оператора при переходе к новому байдису. То есть фактически, что я сейчас сказал вот этим вот рассуждением? Я сейчас сказал, что в дифференциальном уравнении я здесь пишу матрицу, но на самом деле эта матрица действительно матрица линейного оператора. То есть, в принципе, теоретически можно было все это безкоординатно записывать. Вот. Это частный линейный оператор, он меняется, как положено меняться линейным оператором, а не как линейная форма. Вот. Хорошо. Давайте теперь вернемся к уравнениям на плоскости. То есть линейная система на плоскости. Давайте смотреть. Все, что я сейчас рассматриваю, оно все вещественное. То есть моя матрица А вещественная. Коцентом его уравнения вещественное. Что вы можете сказать про матрицу А? Какие характеристики матрицы А нам интересны, скорее всего? Невырожденность, наверное. Ну, невырожденность, да. Если матрица А вырожденная, то это не слишком интересный случай, хотя его тоже можно будет рассмотреть. Но более общо. Да, вот хочется матрицу диагонализировать, чтобы матрицу диагонализировать, что нам нужно найти. Найти. Ну, нормальная форма будет. Собственное значение надо найти. Во. Нет, собственно, значит, Svd разложения нам сейчас не нужно. А нам сейчас нужно именно, как это называется, eigenvalue decomposition. Разложение с помощью собственного значения. Да. Это правда. Но давайте разбираться, значит, давайте рассматривать разные случаи. Значит, ну, смотрите, у матрицы А будут два собственных значения. Матрица А сейчас, матрица 2 на 2, у нее будет два собственных значения. Лямбда 1, лямбда 2. Ну, давайте смотреть, какие есть варианты для собственных значений. Какими собственными значениями могут быть? Какими, в принципе, могут быть? Могут совпадать. Ноль как раз в случае еще вырожденной матрицы. Да, если хотя бы одно собственное значение 0, матрица вырожденная. Какие еще, в принципе, они могут быть? Вещественные и рациональные. Так, вещественные и... И рациональные. Ну, и рациональные, в частном случае, вещественные. Да, но... Вещественные и комплексные, да. Вот первое, на самом деле, разделение, которое нам будет важно, что собственные значения могут случайно оказаться... Ну, не случайно, а так и должно быть, так и бывает. Что они могут оказаться комплексными. Даже у вещественной матрицы могут быть комплексные собственные значения. Ну, я думаю, вы помните, как искать собственные значения матрицы 2 на 2. Да, там нужно найти характеристический многочлен, вот такой, да, и приравнять его к 0. Но в случае размерности 2 характеристический многочлен – это многочлен степени 2. Поэтому у многочлена степени 2 могут быть вещественные корни, а может не быть. Но комплексные всегда есть. Поэтому у нас всегда есть шанс, что, собственно, значения окажутся комплексными. Но давайте мы пока рассмотрим первые случаи, когда они вещественные. Кстати, а может такое быть, что одно вещественное, а другое комплексное? Да, совершенно верно. Да, да, совершенно верно. Значит, вас пытались убедить в том, во что вы и так верите. Вот, да, смотрите, действительно. Ну, на самом деле, просто можно открыть формулу для корней квадратного уравнения и увидеть, что, значит, если там возникают комплексные корни, то они возникают обязательно парой, потому что единственное, откуда они могут возникнуть, это корень из дискриминантов. И тогда он будет плюс и на что-то, и минус, и на что-то. Поэтому первый случай, когда оба, собственно, значения вещественны. Давайте, может быть, я его буду обозначать не лямбда 1, лямбда 2, а лямбда и мю, просто для экономии индексов. Значит, оба они вещественны. Тут, на самом деле, возникают, опять же, разные варианты. Собственно говоря, вы уже озвучивали, что они могут совпасть, а могут не совпадать. И давайте рассмотрим первый случай, когда они не совпадают, лямбда не равняется мю. Что тогда вы знаете про матрицу А? Она диагонализуемая. Матрица 2 на 2, а собственные значения различны, поэтому это точно не жардановая клетка. Если бы это была жардановая клетка, то там на диагонали должно стоять одно и то же число. Никаких других жардановых клеток матрицы 2 на 2, кроме когда вся матрица 2 на 2 является жардановой клеткой, быть не может. Поэтому, если собственные значения различаются, значит, никакой жардановой клетки нет. И значит, у нас есть два разных собственных вектора. И как раз эти собственные векторы можно взять в качестве собственного базиса. Значит, матрица диагонализуема. Что это означает? Это означает, что существует матрица С. Значит, по ее столбцам на самом деле записаны координаты собственных векторов матрицы А. И эта матрица С обладает таким свойством, что С минус первая АС равняется... То есть что это означает? Это означает теперь, что если я возьму и сделаю замену координат в нашей системе, и возьму новую координату, которая от старой зависит, которая со старой связана вот этой вот матрицей С, то в новых координатах... Ну, давайте я буду обозначить, допустим, У и В. То есть тут у меня есть У и В, и у меня условие такое, что С на У и В равняется X, Y. У меня уравнение получится вот таким. Собственно говоря, УВ... Это моя матрица. Умножить на УВ. Или теперь можно записать проще. У стоечка равняется ламда У. В стоечка равняется мюв. В новых координатах у меня получилась вот такая чудесная система. Она замечательна тем фактом, что ее можно просто решить явно. Потому что это два уравнения, они никак друг с другом не связаны. Они как бы, ну, это, как называется, Декартово произведение двух уравнений. Вы просто написали одно уравнение, написали другое уравнение. Никакое между ними... В первом уравнении не входит вторая переменная, а в втором уравнении не входит первая переменная. Вот. Ну, давайте решим. Да, значит, У от Т это будет просто Е в степени ламда Т, но нужно еще умножить на какую-то константу С первая. И в от Т то же самое, только с мюв. Вот такое решение. Давайте построим фазовый портрет. И тут, на самом деле, уже в зависимости от знаков лямбда и мюв будут получаться разные картинки. Поэтому мне нужно... Так, у меня что там был? Пункт 1.1. Давайте я сделаю, что это пункт 1.1.1. В какой-то момент я страдаю от того, что в техе нету... Ну, там можно сделать секшн, субсекшн и субсубсекшн. А вот три раза суп уже нельзя написать. Я время от времени страдаю. Из-за этого. Не то, чтобы это нельзя было написать такую команду, но... Значит, давайте рассматриваем случай, когда лямбда... Ну, ладно. С номера этот лист я однажды тоже его сломал, потому что он у меня номеровал буквами, и я дошел до конца алфавита. Я проверил, что после этого происходит. После этого происходит ошибка. Да. Значит, первый вариант, когда у лямбда и мю одинаковый знак. Можно записать так, что их произведение положительное. Давайте посмотрим, что в этом случае такое будет. Значит, вот смотрите. Вот у меня есть, допустим, x, допустим, y. Давайте считать для... Это уже без ограничения общности. Давайте считать, например, что лямбда больше, чем мю. Как будут выглядеть фазовые кривые? Ну, на самом деле, чтобы понять, как они выглядят, проще всего сделать так. Ну, вот это просто первый случай, а вот это я не ограничу общность и говорю, что ту переменную, которая... То собственное значение... Ну, окей, давайте вот так сделаем. Давайте вот так сделаем, да, помодем. Да, ну, во-первых, понятно, что оно либо все разлетается, если они положительны, потому что, значит, если они положительны, то у меня экспоненты будут расти, а если они отрицательны, то экспоненты будут убывать. Поэтому, так, совсем качественно картинка должна быть какой-то вот такой. Но меня интересуют все-таки чуть-чуть более тонкие моменты, а именно, как именно они будут приближаться к нулю. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как можно было бы выразить, например, у через v. Ну, если уж мы знаем здесь решение, то, в принципе, это легко сделать. Ну, как, можно, например, время выразить через одну из координат и поставить в другую координату. Значит, что у нас получается, допустим, лямбда t, это и есть логарифм от t разделить на c1. Значит, t равняется единице на лямбда логарифм от t до c1. И давайте подставлю это во вторую переменную. Получается такая штука. v от t равняется c2. E в степени мю на лямбда. Так, ничего не отображается. Вот, теперь отображается. Значит, мю на лямбда. Что тут нужно подставить? Это логарифм у от t на c1. Значит, е в степени логарифма. Ну, хорошо, давайте я перепишу это. Значит, c2 е в степени логарифма у от t деленное на c1. И все это в степени мю деленное на дамбда. Или, что то же самое, это будет c2 от t деленное на c1 в степени мю деленное на дамбда. В общем, с точностью до константы это и есть вот такая штука. То есть, v зависит от u. А, давайте я здесь сделаю. Значит, вот это у меня u, вот это у меня v. Это будут тоже новые координаты. Значит, v зависит от u как просто степенная функция. Если я потребовал, чтобы модуль лямбда был больше, чем модуль мю, то это означает, что это штука, которая ведет себя как? Она приближается к нулю. Да, степень меньше единицы. Что получается? Что-то похоже на функцию корень. Да. Значит, получается какие-то вот такие вот штуки. Ну, давайте я здесь поставлю стрелочку, например, вот так вот. Значит, если я поставил стрелочку вот так, то это означает, что у меня лямбда и мю положительные. Значит, это за случай лямбда больше нуля и мю больше нуля. Значит, ну, на самом деле, картинка будет симметрична. Выглядит, она будет как-то вот так. Значит, здесь везде вот такие вот касания. Что происходит вот здесь вот на горизонтали? Да, и дальше она этим нулем остается и остается. Значит, смотрите. Значит, они все, значит, вот все кривые, кроме вот этих, они все касаются вертикали. Ну, просто потому, что вот так степенные функции устроены. Значит, они все входят, вот в обратном времени они все входят в но, касаясь вертикали. Ну, на самом деле, можно это понять и без вот этих вот вычислений. Смотрите, вот давайте посмотрим на вот эти вот штуки. Значит, я сказал, что у меня модуль лямбда больше, чем модуль мю. Ну, давайте считать, что у меня они обе больше нуля, вот как на этой картинке. И давайте посмотрим, что происходит, когда т стремится к минус бесконечности. Поскольку модуль лямбда больше, чем модуль мю. Ну, вот в этом случае это означает, что просто, что лямбда больше, чем мю. Это означает, что когда т стремится к минус бесконечности, какая из этих штук быстрее стремится к нулю? Та, которая с лямбдой, да. То есть вот это вот у. Ну, и это вот ровно то же самое, что мы видим на графике. То есть, что мы приближаемся, что у нас у уменьшается быстрее, чем уменьшается в. Это как раз и соответствует вот этому касанию. Вот. Значит, у этих картинок, у фазовых портретов линейных систем на плоскости есть собственное название. Их придумал Пуанкаре. И вот та картинка, которую я сейчас нарисовал, называется узел. Ну, конкретно это неустойчивый узел. Ну, он неустойчивый, потому что все траектории убегают от особой точки, от начала координат. Да, вот здесь по вертикали здесь будет просто тоже вот такие вот. Вот такие вот штуки. И начало координат – это отдельная фазовая кривая. Всегда у нас особой точкой это отдельная фазовая кривая. Неравновесие. Значит, если бы оказалось, что наоборот у них знаки противоположные, что они обе меньше нуля, то картинка осталась бы такой же, только направление стрелочек поменялось бы. Был бы устойчивый узел. В наших старых координатах это выглядело бы как просто выглядело бы так. Да, а в наших старых координатах это выглядело бы так. Смотрите. Ну вот мы на самом деле знаем, что вот кто такие вот эти вот направления У и В. В исходных координатах это собственное направление нашей матрицы. Это какие-то… Это направления, на которых лежат собственные векторы. И поэтому в исходных координатах, ну как, чтобы перейти в исходные координаты, нам нужно как бы вот эту вот картинку подействовать, там то ли матрица С, то ли матрица С минус 1. Никогда невозможно заполнить какой есть. Но главное, что нужно подействовать каким-то линейным преобразованием. И в исходных координатах это будет выглядеть как-нибудь вот так. У нас будут направления… Ну да, но при этом растяжение может быть разным по разным осям. Значит, у нас будет какая-нибудь вот такая вот картинка. Значит, вот здесь вот сохранится какой-нибудь… Ну, окей, давайте что-нибудь такое сделаем. Сохранится касание с одним из собственных направлений. Вот такая вот картинка. Сейчас мы все это порисуем на компьютере и посмотрим, как это работает. Вот какая-то такая картинка будет. Как бы есть одно исключительное направление, которое не касается вот этого. Это, собственно говоря, второе собственное направление. Все остальные траектории касаются. Вот. Значит, это в исходных координатах. Возможный вид в исходных координатах. И давайте теперь рассмотрим второй подслучий, а именно, когда знаки разные. Значит, решение у нас по-прежнему такое же. X точка… Ой, это X. А, T равняется C1E в степени грамм ДТ. Давайте, X – это U и V. Вот. Ну, картинка будет немножко по-другому выглядеть. А именно у нас будет такая штука, что мы по одному направлению… Ну, давайте я для определенности сейчас сделаю какое-нибудь, скажем… Скажем, пусть у меня лямбда больше нуля, а мю меньше нуля. Что это означает? Это означает, что я по U у меня будет движение вот такое в сторону от начала координат. А по V, наоборот, будет движение в сторону к началу координат. Такая картинка будет. Вот. И, соответственно, фазовые кривые будут выглядеть как-то так. Ну, вот, собственно говоря, те фазовые кривые, которые лежат на осях координат, они будут продолжать лежать на осях координатах. Просто будут либо притягиваться к началу координат, либо уходить от него. А все остальные фазовые кривые, они будут выглядеть вот так, примерно как гиперболы. Собственно говоря, если… В каком случае это настоящая гипербола? Это могут у нас отражаться. если они равны просто по модулю да то тогда это будет настоящий гипербол ну а если нет это будет какие-то штуки которые похожи на гиперболы на самом деле вот у такого уравнения в этом случае есть просто первый интеграл значит у системы у с точкой равняется лямда увы с точкой равняется мил в есть такой глобальный первый интеграл а именно это здесь нужно минус поставить давайте вот у меня было отрицательно давайте вот здесь минус поставлю извините такой вопрос будет перерыв между парами будет на самом деле вот такая штука это первый интеграл если нигде не ошибся давайте проверим значит эта штука называется h увы дашь по ду на у с точкой плюс дашь по ду на в с точкой это что такое дашь по ду это минус у минус у степени минус минус 1 на р в степени лямбда на лямбда у и плюс лямбда в степени минус у меня у меня б ну и видно что вот это вот о компенсирует вот это вычитание единица вот это вы компенсирует вот это вычитание единицы и получается что в общем все сокращается получается ноль в частности если мю и лямбда по модулю одинаково это первый интеграл это просто функции типа увы равняется констант и это как раз частная гипербола но а если мю и лямбда по модулю разные то это что-то похоже на гипербол вот значит вот такая вот получается такой получается фазовый портрет и это фазовый портрет называется седлом собственно говоря по всей видимости благодаря вот этому первому интегралу потому что если построить график вот такой функция то как раз у него вот здесь вот будет называется критическая . типо седло не максимума не вот но вот это классификация потому что разобрали один кусочек а именно это мы разобрали диагонализируемый случай для вещественных собственных значений остался недиагонализируемый случай для вещественных собственных значений жарданова клетка и остался случай комплекса собственных значений которые нужно отдельно обсуждать давайте сделаем сейчас перерыв какой перерыв я случайно назначал занятия не по сетке поэтому мы справимся и выбирать какой здесь минут 20 минут 20 можно 20 давайте хорошо 1640 продолжаем а я честно говоря голосовалку делал я просто поленился посмотреть расписание примерно помню что где-то около трех часов вроде всю жизнь была всю жизнь была пара но поскольку там с прошлого года у нас новая система расписания я сначала 8 лет привыкал к старой к старой сетки теперь нужно привыкать к новый потому что я не админ в этой он по-моему сам сам и записывается а я вообще этот процесс не контролирует Продолжение следует... 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 так давайте попробуем немножко повизуализировать то что мы сейчас обсуждали так чем не нужно какой-нибудь стандартный набор тем стать возьмем линейное дифференциальное уравнение ну скажем вот такую 2 3 1 4 и давайте посмотрим как будет вести себя следующие дифференциальное уравнение я хочу вот такую штуку такую штуку решить давайте я просто начну с того что попробую построить фазовый портрет там векторное поле фазовый портрет этой системы да значит мы в прошлый раз обсуждали как решательные системы и принципе можно если мы умеем решать и можем строить фазовый портрет но на самом деле в matplotlib есть встроенная функция которая рисует фазовые портреты может быть не самым максимальным образом для таких конкретных задач но давайте посмотрим как все это работает давайте я начну с того что задам функция если я хочу просто ну окей будет правая часть будет просто умножить на x и теперь я хочу нарисовать сначала я хочу нарисовать просто векторное поле и и и Так, сейчас, если я хочу линейную, значит, если я хочу вот эту вот линейную штуку сделать в качестве. Значит, если я хочу скормить эту штуку просто Weaver, значит, что мне нужно? Мне нужно отдельно, значит, вот у меня есть x и y, и мне нужно будет отдельно получить. Ладно, давайте я сейчас просто сделаю. Я сейчас не соображу, как мне это сделать корректно с точки зрения NumPy, поэтому я сделаю вот так. Так. Так, это у нас векторное поле, на котором ничего не видно, потому что слишком много стрелочек. Давайте сделаем побольше стрелочек. Значит, картинка не похожа на то, что мы обсуждали, хотя на самом деле похожа. То есть здесь можно как-то догадаться, что здесь будут какие-то вот такие вот фазовые кривые, которые будут что-то там касаться в начале координат. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит, если я хочу именно построить фазовый портрет. Значит, для фазового портрета мне нужно использовать ник Weaver. Давайте я так оправлю в чатик, чтобы у вас это было. Значит, есть другая функция, которая называется StreamPlot. О, смотрите, какая красота. Здесь можно и бот побольше точки дать, потому что ей чем больше точек даешь, тем лучше. Значит, она рисует какие-то фазовые кривые, ну, как бы понятно, что она получает на вход не функция, а получает на вход просто векторное поле, получает на вход просто какое-то количество точек. Поэтому она ее рисует, в общем, в какой-то, даже еще более приблизительно, чем это делали бы мы, если бы мы могли бы считать значение функции в призвольной точке. Но, тем не менее, картинки получаются довольно симпатичными, и они, в общем, довольно неплохо отражают реальность. Ну, вот единственное, что здесь, конечно, хотелось бы явно отметить точку 0,0. Давайте я ее просто отмечу. Вот, это начало координат. Это как раз особая точка. Тут может показаться, что здесь какие-то фазовые кривые склеились, но понятно, что это просто дефект картинки. Ну, вот более-менее видно, что действительно, видите, у нас все фазовые кривые, они касаются вот такого какого-то направления. И давайте проверим, что это за направление такое. Значит, я хочу нарисовать, я хочу найти собственный вектор, и собственное значение моей матрицы А. Ох, я вот-то не наук. Ох, я вот-то не наук. О. Значит, вот у нас собственный вектор и собственное значение. Ну, и давайте мы нарисуем на этой же картинке, давайте мы нарисуем собственные векторы. Интересно, здесь собственный вектор по стволцам записан или по строчкам. Ну, похоже, что по стволцам. Значит, если они записаны по стволцам, то я хочу... Значит, я хочу из первого столбца взять вторую строчку, то есть вот так. Правильно? Если так можно сделать. Ну, почти. Будет так. Да. Так, что-то это не похоже на собственный вектор. Ну, по идее, по идее, вот один, вот по идее, одно из собственных направлений должно быть вот это. А второе, оно не обязано быть перпендикулярным, потому что матрицы перехода не обязаны быть ортогональными. Ну, по графику да. Ну, вот оно как-то, как-то оно вот так идет. Так, сейчас, не ноль-ноль, конечно. Ну, одно из двух. Либо так, либо так. Нет, ни то не подходит. Так, сейчас, значит, собственный вектор нашей матрицы. Вот они, эти самые наши собственные векторы. Ну, вот один из них точно вот такой. Ну, нет, сейчас не должно быть. Ну, нет, сейчас не должно быть. Что-то не касается того, чего главное касаться. Ну, хорошо, если я второй, собственно, вектор нарисую, пока не будет торчать. Что-то, мне здесь нужно гучку, чтобы поставить. Матрицы, давайте проверим, что я правильно умножил. Первое. А, да, я понял. Я, видимо, вот тут на штуке стану размотрится. Ничем отрицу на вектор умножать правильно не умею. Все, вот так работает. Да, чуть-чуть другая картинка получилась, но похожая. Но зато теперь, по крайней мере, все работает. Наука, великая наука математика по-прежнему функционирует. Так, давайте. Вот так. Вот, ну, и, собственно говоря, видно, что действительно вот этому направлению. Значит, это направление, давайте посмотрим, у нас собственные значения. Значит, 1,5, значит, они должны касаться какого направления? Того, которое соответствует маленькому собственному значению. И это как раз... Давайте посмотрим, что все правильно. Да, вот у нас лямбда равняется единицами, уравняется пятерке. И как раз у нас скорость... Мы быстрее притягиваемся к началу координат по тому направлению, вдоль которого мю равняется... Вдоль которого, собственно, значение равняется пяти. Ну, и вот видно, что действительно происходит касание с... Вот этим направлением. Ну, вот, собственно говоря, типичный такой пример... линейной системы, когда у нас получается особая точка типа узел. Давайте возьмем, построим какую-нибудь особую точку типа седла. Давайте я как-нибудь какую-нибудь функцию оберну. Ну, вот... Давайте посмотрим. так что такого сделать чтобы у меня бы собственные значения были бы разных знаков да я так обычно и делаю когда мне нужно какие-нибудь домашние задания придумать ладно я вроде ручка подобрал на что действительно тоже видно что картинка похож на линии уровня чего-то типа x и y равняется константа что-то такое похоже на гиперболки вот но вот здесь вот поскольку выбираются более-менее случайным образом выбранные точки самих по себе кривых которые бы стремились к началу координат в прямом или обратном времени тут не видно их можно нарисовать явно в принципе мы могли бы явно эти кривые сюда добавить для этого нужно просто их допустим в качестве начальных условий использовать эти вот точки которые у нас там где у нас собственный вектор в конце собственного века но в принципе видно что континг соответствует тому что мы ожидали а можно еще раз секундочку код показать спасибо все-все спасибо я заскринил вот непонятно что если мы к этой картинке применим матрицы перехода которые как раз этими векторами задается то мы получим стандартную стандартную картинку стандартное седло в данном случае получится но вот что-то таком линейную систему видно что это не настоящая гипербола что они прижимаются к одной оси быстрее чем другой оси симметрии такой нет но тем не менее что точно похоже на гипербол вот собственно говоря такого типа системы мы уже видели во первых когда мы обсуждали математический маятник помните там было положение устойчивого равновесия вблизи которого у нас фазовые кривые были такими овальчиками похожими на окружность а было состояние неустойчивого равновесия когда у нас маятник стоит вверх и вблизи этого неустойчивого равновесия у нас картинка была похожа вот на такое седло но единственное что здесь у нас вот эти вот сепаратрисы они прямые потому что все линейно а там сепаратрисы загибались потому что там все таки была нелинейная система но локально если мы посмотрели бы на приближение этой самой картинки мы увидели бы что-то очень похожее на вот эту штуку вот собственно говоря одна из идей которую мы будем использовать такая что если у вас есть нелинейная система и вам интересно что происходит вблизи особой точки то дальше вам нужно линеаризовать вашу систему то есть найти линейное приближение в этой особой точке и после того как вы это сделаете можно построить фазовый портрет этой линеаризации и оказывается что часто в некотором смысле почти всегда линеаризация фазовый портрет линеаризации похож на фазовый портрет исходной нелинейной системы это примерно то что мы делаем всюду в анализе когда говорим что вот мы там допустим заменим какую-нибудь функцию на ее тейлоровский многочлен вы изучаете максимум минимум и вы говорите что вот у вас функция там в точке максимум допустим ведется примерно как-то в свое творческое приближение второй вот здесь примерно то же самое вот поэтому мы сейчас так активно изучаем эти линейные уравнения потому что с одной стороны это то что можно решить а с другой стороны это то что позволяет нам использовать это что позволяет нам изучать в том числе нелинейные системы но вот именно рассматривая нелинейные системы как некое приближение линей по крайней мере локально это работает вот так ну хорошо давайте наверное давайте вернемся сейчас к теории и давайте посмотрим какие еще могут быть случаи ну собственно говоря давайте раз у нас такая функция чудесно написано давайте посмотрим что будет происходить в недеагонализированном случае можете привести меня пример матрицы которая не диагонализируется нет давайте вещественно на при этом не диагонализирует вот такой матрицы 2 на 2 нет не обязательно 0 1 минус 1 0 0 1 минус 1 0 это как это как раз это как раз является комплект на собственно значение ее без с upcoming и там обсудим отдельно она диагонализируем она комплект и числа но нельзя дice вся data летии 560 кстати давайте посмотрим что будет если 1 собственное значение 0 как подавать такой матрицы посмотреть Ну, на самом деле ничего интересного, потому что если у меня одно из собственных значений нулевое, то это просто означает, что когда я диагнозирую, у меня одно из уравнений будет типа УС точка равняется нулю, а ВС точка будет каким-то. ВС точка равняется В, допустим, в данном случае. Но это просто означает, что весь мой фазовый портрет делится на отдельные инвариантные прямые. Но вот в этом случае все совсем очевидно, у нас по горизонтали никакого движения не происходит, а по вертикали у меня динамика такая же, как просто в уравнении ВС точка равняется В. Все убегает от вот такой горизонтальной прямой. Ну, я мог бы взять какую-нибудь вырожденную матрицу менее тривиальную, допустим, 1, 2, 2, 4. Ну, это было бы ровно то же самое. Просто, как обычно, вот эта картинка – это просто линейное преобразование вот этой картинки. А именно, опять же, у нас возникает семейство прямых, которые являются инвариантами, то есть если вы с них стартуете, то вы на них же и живете до бесконечности. А с другой стороны, ну, а по этим прямым динамикам просто, вот как динамика напрямую, в данном случае это очень простая динамика. Либо вы убегаете от начала карната, либо вы приближаетесь от начала карната. Поэтому в некотором смысле случай вырожденных матриц он не очень интересный. Он сводится к тому, что у вас просто одноразмерность исчезает, и фактически все сводится к изучению просто системы размерности 1. Потому что по второй перемене у вас просто не будет никакой динамики. Но давайте все-таки, значит, я хочу не диагонализируемую матрицу, но при этом без комплексных собственных значений, существенных собственных значений, но не диагонализируемую. Когда такое может быть? Когда одна жардановая клетка, да. Давайте сделаем какую-то жардановую клетку, вот такую, например. Хорошая жардановая клетка? Мне нравится. Давайте посмотрим, как выглядит система. Во-первых, что у нас произошло? Во-первых, у нас собственный вектор теперь только один. Ну, понятно, если бы у нас было два разных собственных вектора, то матрица бы диагонализировалась, потому что мы эти собственные векторы могли бы выбрать в качестве диагонализирующего базиса. Поэтому, если у нас жардановая клетка, то у нас есть один собственный вектор. И этого, вот смотрите, вот этого направления, значит, этот собственный вектор, значит, просто горизонтальный, и этого направления касаются все фазовые кривые. По углам. Ну, вот они на самом деле вот так вот идут. И отсюда они будут вот так идут. Ну, давайте посмотрим. Ну, их, безусловно, загибает. Ну, окей, давайте. Они касаются, да, вот если их продлить, значит, вот любую эту фазовую кривую можно продлить в обратном времени, устремляя тег минус бесконечности, можно продлить до так, что она будет стремиться к началу кардинал. И вот стремиться она будет, касаясь горизонтали. Давайте. Да, да, все, что сверху, оно в конце концов, оно в обратном времени, оно будет вот с этой стороны стремиться, да. Поэтому вот если вот я даже стартую отсюда, я все равно пройдусь вот так вот, вот так вот, а потом вот здесь вот обязательно завернусь. Ну, давайте на самом деле посмотрим, что действительно так. Они все стремятся в обратном времени к нулю. Давайте посмотрим, как это все работает. Значит, мне нужно будет явно решить эту систему. Тут, правда, будет чуть хитрее, чем это было раньше. А, что-то демонстрация пропала. Да, сейчас я переключусь на iPad, чтобы что-нибудь посчитать. Вот смотрите, значит, если у меня есть, если у меня есть жардановая клетка, опять же, в размерности 2, значит, это будет случай, то есть 1,2, лямбда равняется мю, не диагонализируемый. Вот из жардановой клетки. И давайте посмотрим, что это получается. У нас получается такая штука. Мы можем привести, естественно, систему к жардановой нормальной форме. А жардановая нормальная форма в этом случае будет устроена очень просто. Значит, он будет лямбда, лямбда, 0, 1. Соответственно, у нас будет вот такое уравнение. У с точкой равняется лямбда У плюс В. В с точкой равняется лямбда В. Ну, что можно сделать? Как можно попробовать эту штуку решать? Ну, во-первых, можно решить второе уравнение. Поскольку второе уравнение от первого не зависит, значит, получается такая штука. В от Т равняется С1Е в степени лямбда Т. И теперь можно поставить первое уравнение. У от Т равняется лямбда У плюс вот такая вещь. Вот. Но теперь на самом деле вот это довольно занятная штука. Потому что то, что получилось, называется… Ну, во-первых, вот если теперь просто посмотреть на это уравнение, то это не автономное уравнение. Но это некоторое уравнение довольно специального вида. Вот если бы не было вот этой вот добавочки, то это было бы просто линейное уравнение, и его легко можно было бы решить. Но из-за наличия вот этой добавочки она становится, во-первых, не вполне линейным, во-вторых, она становится не автономным. Но тем не менее решать такие уравнения довольно просто. Значит, вот эта вот штука, это называется неоднородное линейное уравнение. То есть это уравнение… Сейчас здесь точка какая-то забудется. Значит, это уравнение вот такого вида. Х с точкой равняется какой-то АХ плюс Б от Т. Такие уравнения можно решать с помощью забавного приема, который называется метод вариации «постоянно». Значит, он устроен так. Сначала решаем однородное уравнение. Значит, однородное уравнение – это вот без вот этой Бшки. Просто их с точкой равняется АХ. Ну, и оно понятно, как решается. Х от Т равняется С и Е в степени АТ. А второй шаг такой. Ищем решение исходного уравнения. То есть мы как бы смотрим на решение однородного уравнения. Давайте я напишу, что это однородное. Но вот эту вот С мы теперь считаем не постоянной, а та же штука, которая меняется со временем. Честно говоря, я вот 10 лет преподаю дифференциальное уравнение, и я не могу сказать, что у меня есть хорошая интуиция, почему это работает. Но в неоднодородных линейных уравнениях это всегда работает. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, я подставляю вот эту штуку в мое исходное уравнение. Значит, что получается? Значит, что получается? Я должен продифференцировать эту штуку. У меня теперь... Да, у меня теперь возникает производная С по Т на Е в степени АТ плюс С умножить на АЕ в степени АТ. И эта штука равна... Значит, наше уравнение исходное. Она равна АХ, то есть АС, Е в степени АТ плюс Б. Дальше ключевая магия состоит в том, что вот эта слагаемость сокращается. После этого у нас возникает простое уравнение на С. С с точкой равняется БАТ Е в степени минус АТ. Значит, смотрите, вот этот переход, это я просто продифференцировал С умножить на Е в степени АТ. А дальше вот эта штука, это просто правая часть моего уравнения. То есть я просто говорю, что я ищу решение вот в таком виде. Вот. После этого вот эти вот товарищи сокращаются, и у нас возникает уравнение на С. Точнее, на С с точкой. И дальше оно легко решается. Значит, понятно, что дальше оно просто решается интегрированием. Ну вот, давайте посмотрим в нашем случае. Особенно просто это будет делать, потому что у нас Б специального вида. У нас Б тоже в виде экспоненты, причем с тем же самым, с той же самой лямбдой. Ну и давайте посмотрим, как это все работает. Значит, то есть у меня получается, что в нашем случае у нас уравнение будет выглядеть так. С с точкой равняется. Значит, Б от Т у нас это просто это С1Е в степени лямбдт. И мне это нужно умножить на Е в степени минус лямбдт. То есть получается, что у нас наше уравнение это просто С с точкой равняется С1. То есть С равняется просто С1Т плюс какая-то С1. Иными словами, наше решение устроено так. Значит, что у меня там? Какие у меня координаты были? У. У от Т равняется С1Т плюс С1 умножить на Е в степени лямбдт. АВ от Т равняется С1Е в степени лямбдт. Значит, это С1, это тот же С1, который вот здесь. Ну и давайте посмотрим, действительно, за этими решениями проследим. Значит, если лямбда, например, положительна, то когда Т стремится к минус бесконечности, решение стремится к 0, к началу координатов. Дальше интересный вопрос. Как оно это делает? Под каким углом оно входит в начало координат? Для того, чтобы определить, под каким углом, мне нужно поделить либо Х на У, либо У на Х. Посмотреть, куда стремится это отношение. То есть у меня как-то вот так устроена сейчас картинка. Значит, здесь будет О, здесь будет В. И, значит, вот у меня есть такая траектория. И я хочу понять, я хочу построить вот такую вот прямую, посмотреть, куда эта прямая будет стремиться, когда точек стремится, точек движется по траектории и стремится к началу координат. Что мне для этого нужно сделать? Для этого нужно, видимо, В поделить на У. С1e в степени ламбду Т разделить на С1t плюс С0 e в степени ламбду Т. А экспоненты чудесным образом сокращаются, остается просто вот такая штука. И теперь смотрите, если у меня Т стремится к минус бесконечности, то вот эта штука, то есть какие есть варианты. Если С1 не нулевой, если мы числитель не нулевой, то это означает, что эта штука куда стремится? К нулю. Причем вне зависимости от цены. А если С1 нулевой, то эта штука просто тождественно нулевая. Да, то есть это означает, что они все входят сначала координат, касаясь горизонтальной оси. Ну и на самом деле дальше можно посмотреть. Если мы стартуем вот отсюда, если мы стартуем сверху, это означает, что у нас С1 положительно. Вот С1 это на самом деле что такое? Это на самом деле просто V от нуля. Если мы стартуем сверху, откуда-то отсюда, то дальше что у нас происходит? Ну вот дальше происходит что-то такое. Мы движемся, движемся. То есть если мы... То есть вот, например, вот на этой вертикали. Давайте я напомню на исходное уравнение. Значит у меня было X с точкой равняется значит вот на этой вертикали, например, у меня X равен нулю, а Y здесь, допустим, положительный. Поэтому у меня на этой вертикали все векторы, они торчат вот так. На самом деле чем выше, тем сильнее. В общем, в любом случае они направлены вот в эту сторону. Ну вот смотрите, давайте посмотрим на уравнение. Значит у этого уравнения, давайте посмотрим на первую компоненту. Если я нахожусь вот на этой вертикали, вот здесь, это означает, что у меня X равен нулю, а Y положительный. Это означает, что первая компонента у меня обязана быть положительной. Ну и вторая компонента тоже на самом деле будет положительной, если ламбда больше нуля. То есть на самом деле они будут как-то вот так вот торчать. Сейчас я перерисую. Значит, если я близко к нулю, то у меня этот вектор какой-то вот такой вот маленький. Ну, собственно говоря, они будут все пропорциональны друг другу, потому что Y и ламбда Y, они будут как-то вот так. Так, оно не обновляется. Иногда я вот так немножко пнешь, оно начинает обновляться, иногда нет. Все эти векторы устроены как-то вот так вот. И что происходит? Если мы стартуем откуда-то вот отсюда и идем в обратном времени, то как у нас устроено решение? Ну вот, значит, мы будем двигаться в обратном времени. Мы будем сначала двигаться влево, потому что у нас вот это C1T будет уменьшаться. Но в какой-то момент мы... В какой-то момент здесь произойдет такой перелом, когда мы начнем двигаться вправо. Можно даже понять, в какой момент. Вот смотрите, как устроена вот эта вот точка, в которой мы сначала двигались влево, а потом будем двигаться вправо в обратном времени. Да, а как это с точки зрения векторного поля, что мы можем сказать про эту точку? Да, так, я здесь неправильные координаты написал. Давайте я их правильно напишу. Ус точка рем до у плюс в, в с точкой равняется вем до в. Значит, это те точки, где уз точка равняется нулю. То есть, смотрите, вот на самом деле у меня здесь возникает такая прямая, она называется изоклина. Изоклина. Это такая прямая, что все векторы, которые торчат из этой прямой, они все смотрят в одну и ту же сторону. А там чуть-чуть подвисло. Можно снуть? Сейчас, я надеюсь, оно развиснет или не развиснет. Интересно, от чего это зависит. Хорошо, если я все-таки воткну тут штуку теперь сюда. Плохо он зарядился. Так же будет зависать? Все не включилось. Лучше видится. Значит, если посмотреть на вот такое вот уравнение, значит, лямбда у плюс v равняется нулю. Оно задает прямую. И на этой прямой все векторы нашего векторного поля, они все торчат в одну и ту же сторону. Именно они все торчат строго вниз. Точнее, наоборот, вверх, а в обратном времени. В обратном времени это его и соответствует движение вниз. А здесь в обратную сторону. Вот так они будут торчать. То есть, вот я стартовал откуда-то отсюда. Дальше я все время двигаюсь влево, влево, влево. Соответственно, у у меня при этом уменьшается, уменьшается, уменьшается в обратном времени. За счет того, что у меня вот эта штука уменьшается. А потом, в тот момент, когда я пересекаю вот эту прямую, оно начинает увеличиваться. За счет чего оно начинает увеличиваться? Давайте смотреть. Значит, T у меня становится дико отрицательным. Сейчас что-то не соображу, глядя на эту формулу, почему оно должно увеличиваться. Но, в общем, ведет она себя как-то вот так. А здесь, на симметричной картинке, она будет вести себя вот так. Вот такой вот фазовый портрет будет. Изоклина пересекается. Изоклина вертикальна. Вообще, рисовать такие изоклины иногда бывает полезно, потому что, когда я ее сейчас нарисовал, я точно знаю, что в любой точке, где фазовая кривая пересекает эту изоклину, она обязана это делать вертикально, потому что гарантированно, что у меня вот на этой кривой все векторы как раз направлены направлены по вертикали. Ну и, значит, фазовая кривая тоже будет пересекать по вертикали. Ну и вот получается действительно что-то похоже на то, что мы сейчас только что видели на фазовом по третью картинке. Соответственно, вот эта штука называется, ну она так и называется, либо жардановая клетка, либо другое название вырожденный узел. На самом деле есть еще одна картинка, которую мы немножко пропустили, вот в этом же самом случае, когда лямбда именно вещественная. Дело в том, что если лямбда равняется мю, но при этом матрица диагонализируема, получается некоторое специфическое векторное поле. Ну вот скажите мне, если у вас есть матрица 2 на 2, у нее собственные значения совпадают, и она диагонализируема. То, что это за матрица? То, что она диагонализируема. Да. Значит, обязательно, если она диагонализируема, то это означает, что она уже диагональна. Потому что, если бы, ну просто потому, что любое сопряжение этой матрицы, поскольку диагональная матрица с одинаковыми собственными значениями, это просто то же самое, что умножение на скаляр, она просто коммутирует. Да, вот это все равно, что вот такая штука. Да, совершенно верно. Да, а это все равно, что вот такая штука. А это все равно, что лямбда. То есть, короче говоря, если у вас есть матрица 2 на 2, вы видите, что у нее совпадают собственные значения, но при этом она не диагональна. Это точно значит, что это жердановая клетка. Потому что, если бы она была бы диагонализируемой, то есть не была бы жердановая клетка, то она бы уже была бы диагональна. Вот. Ну, это действительно простой случай, когда х точка равняется лямбда х, ух точка равняется лямбда у. Я даже пишу исходные переменные, потому что, как я уже сказал, в любой системе координат эта система будет выглядеть так. И это просто означает, что у вас все фазовые кривые, это просто вот такие прямолинейные лучи, которые выходят на начало координат. Значит, это называется эйлерово поле. Ну, а фазовый портрет называется некритический узел. Соответственно, все эти картинки с узлами, которые мы рисовали, значит, их можно рисовать либо, так сказать, расходящиеся, когда все фазовые кривые убегают от начала координат, либо, наоборот, сходящиеся, когда все фазовые кривые. Декритический, да. Честно говоря, я не совсем понимаю, что там двойное критическое, но что-то есть. Нет, ну, как бы понятно, что здесь возникает как бы такое вот совпадение собственных значений, это некоторое вырождение. Но почему оно декритическое, не помню. Вот. Значит, вот, собственно говоря, вот это вот все случаи, которые возникают, когда у нас есть вещественные собственные значения. С комплексными собственными значениями ситуация веселее, потому что, с одной стороны, если у нас есть комплексные собственные значения, то мы можем, ну, если они комплексные, то это означает, что они гарантированно разные, потому что они друг к другу комплексно сопряжены. Значит, давайте, ламда равняется, то есть альфа плюс и омега, альфа минус и омега. Значит, опять же, гарантированно, что если у вас есть вещественная матрица, если у нее есть комплексное собственное значение, то есть комплексное сопряжение. Вот. Ну, в случае матрицы 2 на 2 это просто видно по формуле корней квадратного уровня. Поэтому, если они по-настоящему комплексные, то это означает, что они разные, и это означает, что матрица диагонализируема. Проблема состоит в том, что она, конечно, диагонализируема, но чтобы ее диагонализировать, нам нужно рассматривать уже не операторы над R, а операторы над C, комплексифицировать все на свете. И решение дифференциальных правлений тоже записывать как вектор функции в C. Да, а это не совсем то, чего бы мы хотели, потому что мы все-таки, ну, как бы, когда мы смотрим на дифференциальное уравнение, мы считаем, что у нас есть какие-то вещественные параметры, которые мы померили, или которые мы моделируем, но и нам бы хотелось оставаться в вещественных числах. Понятно, что теоретически мы можем прогуляться в комплексные, там, что-то посчитать и вернуться в вещественные, но... А это на самом деле неважно, потому что вы заменой системы координат, ну, то есть, если вы говорите, что у вас, если вы говорите, что вы хотите рассматривать уравнение вот такого класса, x точка равняется, а x плюс b, а где b это тоже константы, то это ровно то же самое, что рассматривать наше уравнение, потому что вы можете сделать замену y равняется x. Да, видимо, нужно будет сделать... Ну, если а не обратимо, то тогда, опять же, это означает, что вы просто теряете какое-то количество фазовых перемен. Но, как бы, если а не обратимо, то что это означает? Если вы... Это означает, что у нее есть подпространство, ну, там, у нее есть ядро нетривиальное. То есть, у вас есть инвариантное подпространство, на котором вся ваша система это просто система вид x-точка равняется нулю. Ну, вот, по крайней мере, вот это ее часть. Ну, если вы здесь добавляете b, то это означает, что у вас будет какое-то там какое-то подпространство, в котором у вас будет... По этим координатам у вас будет просто равномерное движение, движение с постоянной скоростью. Ну, опять же, это замены переменных, это можно убить. Все такие вещи можно... Вот. В общем, короче говоря, добавление здесь константы оно не расширяет, не дает нам никаких новых интересов. Вот. Нет, ну, это просто означает, это просто означает, что вы перейдете в систему координат, в которой, как бы, ну, там действительно стандартная ситуация, когда вы линеризуете какую-то систему, и вы линеризуете не в начале координат, что у вас особая точка не в начале координат, а где-то. Но вы просто переносите систему координат в эту особую точку, и все сводится к случаю, когда источка равна ценность. Честно, у нас же не может быть такого, чтобы вроде как по любому конечному шагу по времени быть практически на сети компьютера у нас всего и вещественного, поэтому с аналитическим и комплексным что-то есть. Да, дело в том, что у нас не будет ничего комплексного. То есть, на самом деле, несмотря на наличие комплекта собственных значений, понятно, что решение вещественного дифференциального уравнения с вещественным начальным условием будет вещественным. А у нас не может быть таких условно-комплексных сетей, что вот мы вроде идем по какой-то вещественной директории, при этом мы делаем какие-то походы комплексные, но они у нас работают все бесконечно малые по времени. Непонятно, что такое бесконечно малые по времени. Нет, теоретически вы можете рассматривать вообще дифференциальное уравнение с комплексным временем, и вот там бывает всякое странное. Там как раз время становится вещественным двумерным, и там можно, например, обосмотреть. Вы можете делать какие-то петли во времени, и при этом что-то может поменяться, помещение может ветвиться как-нибудь. В общем, это отдельная большая наука. Но нет, у нас сейчас все будет спокойненько. Спокойненько. Смотрите. Значит, на самом деле я хочу сказать вот что. Мы не будем диагонализировать матрицы, которые имеют комплексные собственные значения. Можно, например, оболонаться на 0 и 1. Да, ну вот как раз классическая штука. Да, x точка равняется y, y точка равняется минус x. Да, мы на самом деле знаем, как оно устроено. И на самом деле мы будем приводить все любые линейные системы с комплексными собственными значениями вот к такому виду или к чуть-чуть модифицированному такому виду. Но давайте я сделаю сейчас некоторые финтушами. Давайте мы на секундочку прогуляемся в мир дифференциальных уравнений в комплексном фазовом пространстве. Значит, время у нас всегда вещественное, а вот фазовое пространство давайте сейчас будет комплексным. На секундочку. Давайте рассмотрим, например, такое уравнение. z точка равняется y, z. Где z, это просто комплексное число. Ну вот с одной стороны, какое решение такого уравнения? Ну, можно даже ни о чем не думать. Вот если бы вместо i здесь была какая-нибудь другая константа, мы быстро бы написали на решение. Ну, а чем i хуже? А, мы сейчас выясним, что комплексное число. Да, именно это мы и выясним. Значит, z от t, это просто e в степени и t умножить там... Ну, давайте я сразу напишу на z 0. А что такое e в степени и t? Ну, и кто такое e в степени и t? Помните? Да, ну, на самом деле, проще всего даже это можно, в принципе, все не запоминать. Можно просто разложить экспоненты в ряд и посмотреть, что получается. Но, правда, для этого еще нужно... Экспоненты будет 8, да? Вряд ли распространяющие. Да. Да, ну вот давайте посмотрим. Значит, у нас... Мы знаем, кто такая экспонент. Да, e в степени u, это... Это есть... Ну, что там? 1 плюс u плюс u квадрат пополам плюс u куб на 3 факториал. Это плюс u в 4 на 4 факториал. Плюс и так далее. Ну, а теперь я вместо u должен поставить и t. Ну, и давайте посмотрим, что получается. 1 плюс и t. Дальше минус... t квадрат пополам. Дальше минус i на t в кубе на 3 факториал. Дальше плюс t в 4 на 4 факториал и так далее. Ну, я не ошибся. Так, он опять перестал обновляться, потому что... Ну, и, собственно говоря, если теперь выделить комплексную... Выделить вещественную мнимую часть, посмотрите, что получается. Вот у нас вещественная часть. 1 минус t квадрат пополам плюс t в 4 на 4 факториал и так далее. Дальше пойдут четные степени и четные факториалы. И знак будет чередоваться. Знакомая штука? Да, но можно теперь угадать, кто из них. Раз он в нуле равен единице, то кто из них? Собственно, кое-что. Да. Как 1 минус t квадрат пополам. То есть он ведет себя... В этом деле, посчитайте, кто же будет в степени айта. Мы обстрегируемся с этим взаимодействием. Мы решили, как мы взаимодействуем на объектах. Да, но почему мы раскладываем на текло? Ну, смотрите, экспоненты. Вот то, что экспоненты раскладываются в такой ряд, это можете считать определением экспонентов. Ну, смотрите, можно было бы сказать так, что можно показать, что вот эта штука, вот если я записываю вот эту штуку е в степени и t в виде вот этого ряда, то можно показать, что оно гарантированно будет решением вот этого уравнения. А, потому что мы бьем на отдельно комплексные... Ну, это мы сейчас разобьем, да, но даже если мы этого не делаем... Да, то есть вопрос, почему вот это равенство верно, или почему вот так определенный е в степени и t является решением нашего уравнения? Какой из этих двух опытов? Почему решение мне будет непонятно? Непонятно, вот само z, в самом деле, это x плюс y, или что? Ну, да, он сейчас будет x плюс y, но можно думать, что это просто какая-то комплекснозначная функция времени. А, имеем право записать такое уравнение. Ну, кто нам помешает? Значит, у комплекснозначной функции комплексная производная. Так что никто нам не помешает здесь умножить саму функцию на i. Вот, получается вот такая вот штука. То, что это действительно является решением, но если вы верите в то, что этот ряд сходится, то, значит, вы можете его дифференцировать. А если вы подифференцироваете, то вы увидите, что там, ну вот, что произойдет. Значит, вот эта вот t-шечка исчезнет, останется i. Вместо вот этой t квадрат пополам останется 2t пополам. То есть просто t. Сейчас, только почему здесь. Да, ну да, все правильно, только с минусом. В общем, короче говоря, можно просто продифференцировать этот ряд и убедиться, что когда вы его дифференцируете, когда вы его умножаете на i, получается одно и то. Давайте продифференцируем, получается. Значит, t минус... А, сейчас не t, а здесь получается просто i. Да, i минус t. Ну, давай, по правилам дифференцирования, пожалуйста, вот это. Угу. Здесь дальше будет минус i, t квадрат на 2 факторе. Предложение на i, получается... Тоже рядом со знакомым минусом. Нет. Нет. Давайте немного умножим, у вас получится. Да, ну, смотрите, вот я все дело умножаю на i. Значит, вот i здесь будет. Здесь за счет i возникает вот этот минус, получается минус t. Да, здесь никакого... Здесь просто умножается на i, вот оно просто умножение на i. И так далее. Вот. Так что эта штука действительно является решением нашего уравнения. И... А с другой стороны, если теперь выделить вещественную мнимую часть... Да, то, смотрите, у нас вещественная часть... Это ряд для косинуса, а мнимая часть – это ряд для синуса. Смотрите. Значит, вот если я i вынесу, да, то у меня остается здесь t, минус t куб на 3 факториалов, ну и так далее. Там будет дальше нечетной степени, тоже они будут чередоваться, знак. Это просто ряд для синуса. Поэтому это и есть косинус t плюс и синус t. Вот. И теперь давайте действительно скажем, что z от t – это был x от t плюс и y от t. Давайте посмотрим, чего у нас тогда получится. Давайте запишем теперь вот это уравнение. Поставим в левую и правую часть вот это представление до z. Получается какая-то такая штука. Так, здесь должен быть z ноликом. Значит, получается x плюс и y с точкой равняется i на x плюс и y. z от t – это какая-то комплексная штука. Я могу взять вещественное мнение участия на этой комплексной штуке и обозначить их за x и за y. Сейчас мы к нему вернемся. Вот давайте посмотрим теперь, кто такой. Давайте посмотрим, как это уравнение теперь выглядит. Значит, я могу отдельно продеференцировать вещественное мнение участия. Ну и получается вот такая штука. И теперь я могу приравнять вещественное мнение участия справа и слева. Получается вот такой уравнение. x с точкой равняется минус y. y с точкой равняется x. Ну, в общем, с точностью для замены времени – это то же самое наше исходное уравнение. Косинус t плюс и синус t. Это там плюсик. Вот, а теперь можно еще вот на что обратить внимание. Смотрите. Вот на самом деле, что за комплексное число такое e в степени и t? Значит, мы знаем, что это вот такая вот штука. И как комплексное число – это просто число единичного модуля с аргументом t. И еще у нас есть комплексное число z0. Вопрос. Помните ли вы, как умножаются комплексные числа? Как они умножаются? Да, аргументы складываются, а длины перемножаются. А при этом длина вот этой штуки – единица. Поэтому это означает, что когда вы умножаете вот эту штуку на z0, z0 просто поворачивается на угол t. Просто по правилу работа с комплексными числами. Значит, e в степени и t умножить на z0 – это z0 повернутый. То есть, если я теперь подумаю о том, что будет происходить у нас в фазовом пространстве, значит, вот у меня z. Вводится координаты x и y. И происходит следующее, что вот у меня любой стартовый z, фазовая траектория, которая через него проходит, устроена так, что мы просто берем и умножаем его на вот эту е в степени и t, то есть, поворачиваем этот вектор на угол и. То есть, это означает, что фазовые кривые устроены вот таким образом. А с другой стороны, смотрите, что мы выяснили. А с другой стороны, мы выяснили, что наше уравнение, вот это уравнение, это на самом деле то же самое, что вот эта система. Мы просто взяли, расписали z вещественную наименовую часть и поняли, как это уравнение будет. Ну, значит, вот это уравнение записано в комплексной форме. Вот это уравнение, да. Если я возьму от этого уравнение вещественную комплексную часть, ну, у меня есть равенство двух комплексных чисел. Если два комплексные числа равны, то это означает, что у них равны вещественные части, а равны мимые части. Да, просто у нас тут типа была пара вещественных чисел, но и есть количество. Комплексное уравнение, в принципе, да, два вещественных. Ну, да, но вот если внимательно приглядеться, то это вот оно и есть. И таким образом мы автоматически научились решать вот такой уравнение. Собственно говоря, общее решение записывается в таком виде. Значит, вот на самом деле умножение на e в степени и t произвольного... Давайте мы сейчас угадаем решение и доказали, что оно походим. Да, именно так. Но мы не решать, честно. Ну, по теме, единственное, никаких других решений нет. Ну, я к тому, что если у меня начальная матрица будет выглядеть как-то... Так, мы сейчас обсудим, как свести начальную матрицу в какой-то хороший. Но на самом деле хорошие матрицы не только такие. Простанство хороших матриц чуть-чуть больше. Здесь вот я написал только просто i. На самом деле я мог бы здесь написать призвольное комплексное число. И там механика выглядела бы чуть-чуть по-другому. Смотрите, значит, давайте чуть-чуть более общий случай я сейчас скажу. Ну, значит, в более общем случае мы рассматриваем такую штуку. Мы рассматриваем систему. Z с точкой равняется... Здесь какое-нибудь произвольное комплексное число. Альфа плюс и омега. Значит, как у нас теперь устроено решение? Ну, опять же, на самом деле здесь просто стоит константа. Поэтому я могу просто использовать стандартный прием. Если у меня уравнение вида x с точкой равняется константа на x, то решением является соответствующий экспонент. Значит, z от t равняется e в степени альфа плюс и омега t на z нулевое. Давайте теперь посмотрим, кто такой... Да, его вынесем. Значит, e в степени альфа t на e в степени и омега t на z нулевое. Давайте теперь поймем, как вот это решение будет работать. То есть, вот если у меня есть начальное условие z 0... И я хочу выпустить из него траекторию. Давайте для простоты скажем, например, что альфа меньше нуля, амега больше нуля, например. Смотрите, что происходит. У нас есть z 0. Мы на него сначала действуем вот этой штукой, e в степени и омега t. Допустим, время положительное у нас сейчас. Значит, после того, как мы на него подействовали и омегой t, что произошло с z 0? Да, мы повернулись вот сюда вот. Значит, у нас теперь прибавился угол омега t. А значит, вот эта штука, это есть e в степени и омега t на z 0. Хорошо. А если теперь я после этого умножаю эту штуку еще на e в степени альфа t, что с нами происходит? Да, то есть, во-первых, это вещественная штука. Альфа-вещественная штука. У меня здесь альфа и омега – это вещественные штуки. Просто вещественная именемая часть комплексного числа. Поэтому вот это вот e в степени альфа t – это просто умножение на вещественное число. Умножение на вещественное число – это просто умножение модуля на это число. Значит, если я потребовал, чтобы альфа была меньше нуля, а t больше нуля, то это означает, что это какая-то будет штука меньше единицы. Значит, она вот так сожмется. Ну, а дальше понятно, что будет происходить с увеличением t. Значит, чем больше t, тем она сильнее повернулась и сильнее сжалась. Возникает, как вы правильно сказали, спиралька. Это вот такая вот приводия. Более того, конкретно логарифмическая спираль. Потому что у нее радиус бывает вот так вот по экспоненте. А логарифмическая она почему-то потому что как-то принято, наоборот, думать о том, как не как радиус зависит от времени, наоборот. Не как радиус зависит от угла, а как угол зависит от радиуса. Я не знаю, почему я назвал логарифмическое. Короче, логарифмическое. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Ну, значит, вот это вот решение, вот этого комплексного уравнения. Ну, и давайте последним шагом посмотрим, какому решению, решение какого вещественного уравнения оно, какому вещественному уравнению оно соответствует по вещественной системе. Значит, опять же, я говорю, что z равняется x плюс и y. Давайте просто перемножим. Значит, x с точкой плюс и y с точкой. Это есть альфа плюс и омега на x плюс и y. Это есть альфа x, что у нас тут, плюс и омега, x. А, нет. Это же это за скорость вращения, альфа? Да, совершенно верно. Омега за скорость вращения, альфа за скорость вращения. За скорость вращения. Плюс и омега. Альфа умножил на x и омега умножил на x. Да, теперь нужно альфа умножить на и y. Альфа и y и вычесть омегу y. То есть, ну, собственно говоря, теперь можно взять вещественную мнимую часть и посмотреть, что получается. x с точкой равняется альфа x минус омега y. y с точкой равняется омега x плюс альфа y. Получается вот такая вот матрица. На самом деле, вот такие матрицы – это просто… Ну вот, например, целые числа, бывают вещественные числа. И целые числа вкладываются в вещественные числа. А вот такие вот матрицы – это, на самом деле, способ вложить комплексные числа в множество матриц 2 на 2. Умножение на вот такую матрицу – это все равно что умножение на комплексное число, а сложение двух таких матриц – это все равно что сложение комплексных чисел. То есть множество комплексных чисел вкладывается в множество таких матриц. И смотрите, что получается. Получается, что мы умеем теперь решать линейные системы вот такого вида. А теорема, если матрица с вещественными элементами имеет комплексное собственное значение альфа плюс минус и омега, то существует базис вещественных, в котором соответствующий ей линейный оператор задается матрицей. Это простая теорема. Я не буду сейчас ее доказывать, потому что у меня закончилось время. Но я скажу два слова про доказательства. Мы где-то в три начали. Ну, в смысле, начали мы где-то в час-двадцать назад. Нет, все правильно. Мы где-то в час-двадцать назад начали. Второй план. Давайте я скажу про доказательства. Значит, нужно взять комплексный собственный вектор и его вещественное мнимую часть. Нет, в принципе, я могу это доказать. Это очень быстро, на самом деле. Хотите, докажу. И его вещественное мнимую часть. То есть у нас возникают два вектора. Они уже не собственные, но они вещественные. Ну, давайте это сделаем. Пусть у меня есть собственный вектор U. Допустим, у меня есть АУ равняется лямбда У. Да, лямбда у меня сейчас это альфа. Давайте я даже вот что возьму. Давайте я возьму вот так. Лямбда равняется альфа минус. Я не знаю. Вот мне нужен вот этот, собственно, вектор. И давайте я возьму от этого U. Давайте я возьму вещественное мнимую часть. Хорошо. Или давайте пусть он называется W. Сейчас АА. Вот так вот. Совсем непонятно. Вот мы взяли матрицу. Матрица вещественных чисел. Можно ли с вектором вещественных чисел? Нет, нет. Вот сейчас у меня W. Вот W у меня сейчас комплексный вектор. Ну вот, загадочная ситуация. А, все, да. Ну, потому что… Вот, и давайте я скажу, что он на самом деле, вот этот W, он на самом деле U плюс ИВ. Вот W – это честный собственный вектор. Вот у матрицы А есть собственное значение лямбда. Оно какое-то комплексное. Там написано. Но комплексное, простите. Вот. Значит, W – это просто частный собственный вектор, но он комплексный. У него есть вещественные мнимые части. И давайте теперь посмотрим, что происходит с этим, собственно, вектором. Так, вот тут у меня есть тоже риск, что у меня сейчас возникнет путаница. Значит, есть две разные буквы. Буква W и буква Омега. В В я пишу с хвостиками снаружи, а Омега я пишу с хвостиками внутрь. Вот. Значит, Альфа минус И Омега на У плюс ИВ. Ну, и давайте смотреть, что получается. Собственно говоря, мы это уже упражнение сегодня проделывали. Альфа У минус И Омега У плюс Альфа ИВ плюс Омега В. Ну, поскольку матрица А вещественная, то в левой части отделены вещественные мнимые части, в правой тоже. Значит, можно записать такую штуку. АУ равняется Альфа У плюс Омега В. АВ равняется Минус Омега У плюс Альфа В. Теперь смотрите, как устроена матрица линейного оператора А в базисе УВ. Что такое матрица линейного оператора? Это нам нужно взять базисные векторы, посмотреть, куда эти базисные векторы этот оператор переводит. И разложить образ снова по этому же самому базису. Понятно? Вот, давайте посмотрим, что здесь написано. Если У – это базисный вектор, то что мы можем сказать, например, про первый столбец матрицы нашего оператора в базисе УВ? Каковы координаты в базисе УВ образа вектора У? Альфа Омега. Это и есть первый столбец нашей матрицы этого оператора. А второго? Минус Омега. Так, давайте проверим тот вид, который я хотел, да, тот вид, который я хотел. Смотрите, я говорю, что вот эти самые векторы У и В, которые у меня получились, ну, по-хорошему, надо еще доказать их линейную независимость, но это несложно. У меня сейчас есть два вещественных вектора У и В, которые есть в вещественной мнимой части моего комплексного вектора Дубль-В. Я утверждаю, что вот в этих, значит, если взять эти два вектора в качестве нового базиса, то мой исходный оператор, который задавался в исходном базисе матрицы А, в новом базисе будет задаваться вот такой матрицей. Доказательства. Значит, вот мы выяснили, куда отображают У и В, векторы У и В, наша матрица А. Отображают вот сюда и вот сюда. Но если я теперь спрашиваю, ну, как бы, если я хочу ответить на вопрос, какова матрица некоторого линейного оператора в базисе УВ? Что я должен сделать? Я должен подействовать этим линейным оператором на каждый из этих векторов и посмотреть, что получается. Разложить образ каждого из этих векторов по тому же самому базису. А мы это уже и сделали, потому что вот мы подействовали матрице А на вектор У. Получили вектор, у которого какие координаты в базисе? УВ. Альфа-момена. Вот здесь это написано. Знаешь, что такое координаты вектора в базисе? Ну, вот это как раз коэффициенты в таком вот разложении. И это будет первый столбец нашего линейного оператора. Первый столбец матрицы нашего линейного оператора. Потому что по определению, что такое штука матрицы линейного оператора? Это такая матрица, у которой по столбцам записана координата образа базисных векторов. Вот. И то же самое с вектором В. И вот мы получили матрицу нашего вида. Из чего следует, что на самом деле любая матрица с комплексными собственными значениями эквивалентна вот такой матрице. А дифференциальное уравнение с такой матрицей мы уже умеем решать. Сейчас. Майклайн такой. Мы встречаем огнение и уравнение, у которого у матрицы комплексные собственные вектора. Вот тут начинается проблема, что комплексные вектора у нас вообще-то два. Но они... Значит, у вас есть два собственных... Да, у вас есть два собственных значения. Но вы можете, на самом деле, выбрать из них любое. Они будут комплексные. Я не очень хочу сказать, что они спряженные, что для них будет работать. Да, вот, лямб. У них, извините, лямб одна и та же. Ну, смотрите, они комплексные спряженные. То есть у них у обоих, у них как бы разница только в знаке вещественной части. Разница только в знаке вещественной части. Поэтому у нас получится матрица, либо... Так, у меня все сломалось. Сейчас может вернуться. Значит, у нас получится матрица либо такая... Либо вот такая, какая и была. Да, сейчас, может быть, очухается. Причем, извините, шесть... Вот, да, очухалось. Значит, у нас, если мы выберем, если мы в качестве лямбды возьмем такую же штуку, только здесь поставим знак плюс, да, если мы возьмем второе собственное значение, то у нас вот в этой матрице просто вот здесь будет плюс, а вот здесь будет минус. Это соответствует тому, что мы просто сделали симметрию. Но это все равно штаммега, заменить на минус амега. Просто здесь будет плюс, а здесь будет минус. Просто минус переползет сюда. Ну, как бы это будет соответствовать тому, что вы сделали симметрию фазового пространства, типа центрального. Центральный, смотри, просто. Или не центральный. Ну, центральный. Вот. И, в общем, ни к чему принципиально другому это не приведет. Да, просто, что это было не данное. Ну, да, но они ведут примерно к одному этому. Да, ну, смотрите, просто, просто, дело в том, что, ну, вот, например, невозможно с точки зрения, вот, если вы смотрите только на собственные значения, невозможно отличить ситуацию, когда вас крутят по часовой стрелке, ситуацию, когда вас крутят против часовой стрелки, вот эта информация не записана в собственных значениях, потому что собственные значения в обоих случаях будут одинаковые. Будут и минус и. не матрицу умножить на минус 1, а, ну, посмотрите, вот у вас есть вот такая система. Да. А, ну да, в этом случае матрица умножается на минус 1. В общем, у вас есть вот такая система, и у вас есть такая же система. Ну, да, это потому что, да, здесь можно умножить матрицу на минус 1, потому что, когда вы умножаете и минус и на минус единицу, то у вас снова получается и минус и. Ну, да. Вот, поэтому я говорю, что в собственных значениях не закодировано направление вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки. Ну, и, собственно говоря, оно и не должно быть, потому что... Ну, типа того, да. Да, потому что, когда мы разрешаем замену базисов, мы, на самом деле, у нас базисы могут сохранять ориентацию, могут менять. Это все замены базисов. И поэтому, в общем, когда мы разрешаем замену базисов, мы вот эту информацию про направление вращения на самом деле теряем. Вот, поэтому, в общем, нет ничего удивительного в том, что у нас здесь есть некоторая неоднозначность в выборе хорошего базиса. Она действительно есть, но отличаться она будет только вот такой вот симметрией. Ну, хорошо. Еще вопросы? Еще такой вообще вопрос. Есть такая штука, ну, есть такая штука, предельные циклы. Это такие замкнутые траектории, к которым приближаются другие траектории. Значит, вот такие вот штуки. Ну, мы чуть попозже с ними познакомимся, я покажу конкретные системы, где они появляются. Вот. А дальше есть вот такая штука. Можно рассматривать полиномиальное уравнение. Х точка равняется Pn от xy. Y точка равняется Qn от xy. И можно рассмотреть такую величину h от n. Это максимальное количество предельных циклов, которые могут появиться вот в этой системе. Да, значит, про эту величину h от n известно следующее. Известно, что h от единицы равняется нулю, потому что единственные замкнутые траектории, которые могут получаться, они не являются предельными. Как бы, вот может быть, вот это вот вращение просто особая точка типа центра. Мы должны к нему сходиться, да-да-да. Вот эти вот товарищи, они непредельные. Мы к ним не сходимся. Спираль, она сходится к точке, да, но это не цикл. Вот. Значит, про вот эту вот величину h известно, что h от единицы равняется нулю. Если вы найдете, если вы хотя бы докажете, что h от двойки меньше бесконечности, вы станете очень известным специалистом по дифференциальному уравнению. А, то есть там какие-то такие круги, в которых стояются? Ну, вот теоретически можно сделать, то есть как бы теоретически можно сделать даже полиномиальное уравнение, несложно мы это сделаем, у которого... Доказано, что h от 2 больше, если я правильно понимаю. Вот это доказано. Нет, что можно построить уравнение квадратичное, степени 2, у которого будет 4 предельных цикла. А, то есть h это максимальное. Да, h это максимальное. Вот. Как бы какое-то полиномиальное уравнение, у которого есть какие-то... Ну, я умею строить с помощью ручки и бумажки, я умею строить уравнение третьей степени, в котором есть предельный цикл. Один. Мы с вами это сделаем. Вот. Но уже квадратичное... То есть как бы... Фактически мы почти ничего... Даже вот на такой естественный вопрос, а есть ли периодические решения, к которым стремятся другие периодические решения? Вот даже на такой вопрос в уравнениях второй степени мы уже почти ничего не знаем. Вы просто знаете, квадратичное степление... Вот да. Вот поэтому есть, например, так называемая программа 121, когда есть некоторая серия статей, где люди пытаются свести все возможные квадратичные дифференциальные уравнения на плоскости, свести к 121 разному случаю, и в каждом из этих случаев оценить, сколько же там может появляться предельный цикл. Но эта программа не закончена. Да, бегите. Так, все. А еще вот вопросик есть под конец. Можно организационный? Давайте. Вот. А домашку, собственно, будут проверять? Ну, точнее, когда можно будет ждать? Да, я в какой-то момент сяду и ее проверю. А, то есть вы даже проверяете, а не ассист? Ну, да. Я что-то не придумал, кто может быть ассистентом на этом курсе, потому что я смутно понимаю, какие должны быть навыки у ассистента на этом курсе. Поэтому проверять мне, но я постараюсь на следующей неделе, наверное, все-таки этим заняться. Окей, хорошо. Сегодня у нас домашки не будет, а зато в понедельник я уже дам домашку уже по тем темам, которые мы сейчас прошли. Понятно, спасибо, до свидания. До свидания. Нет, ну вот смотрите, вот допустим, вот в этом самом, вот допустим, если мы рассматриваем уравнение. Так, сейчас я. Значит, вот если мы рассматриваем, допустим, вот нашу систему x-точка равняется y, y-точка равняется минус x. Да, ну вот у нас есть наша матрица 0,1 минус 1,0. У нее есть собственное значение и минус и, и, соответственно, можно найти собственный вектор. Да, допустим, ну вот, допустим, я нахожу собственный вектор. У 1, хорошо, да, просто x, y равняется и на x, y. Да, ну давайте, давайте найдем, что получается. Получается, что y равняется и x, и минус x равняется и y. Значит, собственный вектор, например, это будет вектор 1i. Вот, вектор 1i, это один из собственных векторов. Ну, а второй, собственно говоря, будет 1 минус. Вот два собственных вектора для этого уравнения. Но, как бы, если мы хотим, если мы хотим жить в вещественных числах, то нам непосредственно от этих собственных векторов как-то не жарко, не холодно. Нет, я просто скажу, почему эта теорема после применения всегда вернет нас к началу координату. Да. Потому что если минимально делать это, то существует вещественный вектор. Ну, как, ну, она выдает конкретный базис. Это базис, и, как бы, вот этот базис, вот этот базис у ва, это вещественный базис, потому что он состоит из вещественной и мнимой части нашего комплексного вектора. И это вещественный базис, это просто вещественный вектор. Как бы, и мы можем, ну, это, ну, нужно доказать, что эти два вектора не, нужно доказать, что они не, да, что они линейно-независимы, что они в этом базис образуют. Ну, это несложность. Да, то есть у нас это изначально появится не будет. Это вот это вот и будет, вот, как бы, вот, увы. Ну, как, у нас изначально был. Да. И вот, если это хороший базис, то есть у нас, что у нас есть хороший базис, который получается. Да. Вот так вот. Повести-то мы не можем, но вопрос в том, что изначально у нас... Все, она женщина, так вот, перехода. А, и матрица перехода... А, и матрица перехода вещественном, существенном тоже будет вещественным. Тоже будет вещественным, конечно, да. Но в ней будет просто записаны координаты вот этих просто... Мы записываем... Да, 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 да. А потом подействуем, как бы, сделан обратный переход. Перейдем к Борису... Так. 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 Продолжение следует...